У дороги У дороги, тишь да гладь, русская равнина, на пороге дома мать провожает сына. На пороге дома мать провожает сына. Парастоптанных сапогов, тяга самогонка, да, холыщевый узелок с маленькой иконкой. Ой, да, холыщевый узелок с маленькой иконкой. Парастоптанных сапогов, тишь да, холыщевый узелок с маленькой иконкой. Парастоптанных сапогов, тишь да, холыщевый узелок с маленькой иконкой. Парастоптанных сапогов, тишь да, холыщевый узелок с маленькой иконкой. Парастоптанных сапогов, тишь да, холыщевый узелок с маленькой иконкой. Парастоптанных сапогов, тишь да, холыщевый узелок с маленькой иконкой. Рано поутру я к тебе приду и вернусь живой, невредимый. Парастоптанных сапогов, тишь да, холыщевый узелок с маленькой иконкой. Здравствуйте, дорогие мои. Мы продолжаем нашу встречу с московской группой «Калина Фолк». Доброго тоже вечера. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, Господи. Мы говорили о чистоте, о творчестве. О том, как трудно сейчас в наше время это все сохранить. О том, как трудно друг друга найти. О том, что мы находимся вне формата и, можно сказать, вне телевизионных каналов. Давайте тогда так. Следующая песня. Следующая песня. Мы хотели бы нашему зрителю донести песню «Баллада о войне» называется. У вас цикл есть песен о войне или… Нет, так сложилось, что о родине, о вере, о матери, о солдате, о сыне. Все вот цветы вот эти, что я перечислила, все касается нашей Руси. Без этого никак. Ну, если предыдущие песни, которые мы исполняли, автором был Сергей Трофимов, то данной песней, как бы, автором является Александр Вулых. Да. Автором текста, да. А музыку написала Елена Комарова на «Досуге». Ну, эта тема вас волнует, я так понял, да? Волнует тема, да. Тема теплоты в отношениях родителей, детей, страны, судьбы страны. Обязательно такие вопросы надо поднимать. Обязательно. Потому что дети на нас, это нам кажется, что мы здесь и сейчас, но дети оглядываются, дети смотрят, подростки, молодежь. И все-таки задать этот тон, вот некий такой камертон духовный какой-то в музыке, ну, мы пытаемся хотя бы. У меня одна девочка лет 15 спросила, вот я увлекаюсь вашим творчеством. Мои сверстники говорят, что я ненормальная. Я говорю, малышка, ты вполне нормальная, потому что это будущее за вами. Если вы, ты слушаешь эти тексты, эту музыку, которая о Родине, о России, все, и тогда и будущее за вами, наше и ваше. Да, ну, принято, что молодежь слушает там некачественную музыку, американизированную рэп там, не знаю. Ну, многие, конечно, выросли на роке, и, ну, вообще профессиональная музыка, она всегда имеет место быть профессионально, в любом стиле, если она несет за собой миротворческую какую-то миссию. А сил-то у вас, где вы берете силы? Силы. Как вас хватает на репетиции, на гастроли, на творчество, где вы силы берете? Вы знаете, вот, как сосуд, да, вот, наполненный, то есть, ну, опустошение происходит, мы опять наполняем его, ну, как-то вот, опять же, с Божьей волей. Так конкретно мы ничего так усилий не делаем никаких, да, вот, ну, потому что, ну, у всех, конечно, там, у Катюши у нас сейчас молодая мама родила маленького Димочку, поздравляем ее, вот, то есть, у всех, конечно, свои житейские вопросы, проблемы, ну, как-то лишний раз поддержишь, там, что-то позвонишь, поговоришь, там, по душам, вроде как, и вперед опять. То есть вы как-то и духовно объединены? Да, мы рядышком, в принципе, в Москве, мы в разных районах живем, но, да, мы репетируем, занимаемся, гастрольный график у нас, конечно, не такой плотный, как у некоторых звезд, ну, хватает, немножко к людям выходим. Вы ездите в Оптино-пустынь, да? В Оптино-пустынь, так случилось, что Сергей Трофимов, который вот песню, следующую песню будем исполнять, называется она «Родина». Вот. Он спросил, ты можешь с ребятами, с Калины и Фолк, приехать на фестиваль «Оптинская весна», проходит в мае. Конечно, мы согласились, мы сели на машину, поехали. Благодать Божья. Просто нас осенило, озарило, не знаю, как назвать. Потом мы в Козетск приехали, спели «За тихой рекой» нашу известную песню, также «Матушку колыбельную» для России Сергея Трофимова, опять же. Вот. Познакомились уже с нашими сейчас друзьями, очень Василий, очень Лия, это светлые люди, светлые монахи. Для нас они, ну, в нашей мирской жизни нас немножко, как бы, поддерживают, потому что все-таки мы, баланс этот нужно соблюдать. Вот. Дай Бог здоровья всем. Спасибо, Господи. Они большое дело делают, на самом деле, собирают со всей России. Народные коллективы, сольные песни. От 14 лет они хотят и детский конкурс сейчас вот тоже проводить. Дай Бог здоровья. И в жюри конкурса Захарченко, Сергей Трофимов, Ольга Кормухина, Глызин. Ну, в общем, вот, публичные медийные лица, так скажем, но которые замечательно несут вот свой крест. Золотые маковки церквей Над рекой земляника, спелая, с парным молоком. А я бегу по скошенной траве, А надо мною небо голубое высоко. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, Где добро и правда белый свет берегут. Дедовые медали за Берлин и за Прагу И весенний праздничный салют. И весенний праздничный салют. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, Вычеркнув родные для меня адреса. И весенний праздничный салют. Мы познаем прибыль и расчет, Но вдруг в круге перестанет ли небеса. Окей. И когда мне станет тяжело, Я снова скажу о себе, Всем временам назло, Это все мое родной, Это крем потен сами 먹을ку, Это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Это все мое родное, это где-то в глубине. Это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Я тоже хотел бы, чтобы наша передача тоже была в таком ключе, чтобы мы сохраняли нашу культуру. Чтобы мы показывали вот такие вот жемчужинки людям. То, что сейчас с телевидением происходит, это ужасно. Это потребление. Люди так прометеи, прикованы просто к телевизору. Уже очень трудно. У человека просто не формируется мировоззрение. И у детей, и у взрослых уже испорчены. А вот, отче, вы сказали, да, на чем мы, ну, жиждится наше вот это терпение, может быть. Я могу сказать, так как мы все фольклористы закончили Днесенскую академию российскую. Вот, а до этого мы собирали, ездили фольклор по деревням, когда еще бабушки живы-здоровы были, немножко застали этот период. Вот, я могу сказать, что все-таки память предков наших – это большое подспорье. И когда мы знаем свои корни, откуда мы, мы к этому уже спокойно относимся. Вот. И идем дальше. Я хотел вам еще одну песню спеть. Однажды даже мне эту песню хотели купить. Но я ее не продал. Какой-то человек услышал, а я был нищий и голодный. Вот. А он говорит, продай мне эту песню. А я говорю, нет. А хочешь, я тебе подарю, надо было сказать. Ну, ничего, я думаю, она может поется где-то. Да. Вот. Она называется «Белая птица». Это такой образ. Красивая. Вот. Я попробую ее спеть с душой, как раньше пел. Я в силу того, что я сейчас храм строю, восстанавливаю храм здесь, в Петербурге, Василия Великого, Васильевна Роща. Вот мало. Я прибежал сейчас с литургии. Там идет стройка. Потом приехал инспектор, запретил нам строительство. Потом что-то не хватает. И рабочие там просят денег. И, в общем, вот я во всем этом, из этого я все выскакиваю. Через какие-то пробки, кувырком. У меня дьякон, отец Иоанн, отец дьякон. По скорости 160 километров мы неслись по окружной, чтобы успеть к вам на передаче. Спасибо. Я спою песню, вот как раз мне кажется, что песня, песня очень, здесь перед вами совсем недавно была такая фольклористка, собирательная с фольклурой, уже много-много лет она, здесь коллектив есть, домострой в Петербурге. Нина Николаевна. Знакома. Значит, она сказала, что даешь полную фольклоризацию страны, только это спасет русский народ. Фольклоризация страны, она считает. Что, кстати, это дело? Такой у нее девиз. Потому что люди забыли, прям надо написать на заборах где. Прямо будет резервуация, я бы сказала, по фольклорам. Всех. Все на фольклоризацию. Вообще весело. То есть надо здесь учить. Чистушки и все такое. Да, я даже прихожу недавно с семьей и спрашиваю, а что вы детям... Я начинаю вот, жили, были, дед, а ребенок на меня смотрит и вообще не понимает, о чем. Девану еще скажет, с бородой, да. И дальше не понимает, о чем говорит. А я говорю, а о чем ребенок-то? Говорит, а мы мечтаем. Потешки там. Да, вот этого нет сейчас у детей. То есть то поколение, ему не передали, этому предыдущему не передали, А вот эти все, вот эти... Гаджеты эти все. Да. Ну вот. А песню я спою. Не ждем. Спасибо. Белые, белые птицы, легкие, как печаль. В окна моей темницы будут с небес кричать. Окна мои открою. Я для далеких птиц, будут смотреть со мною на белизну страниц. Попрессивная музыка. Попрессивная музыка. Попрессивная музыка. Белые, белые птицы Лёгкие, как печаль Будут всю ночь мне сниться И на листах молчать Что он должен сам быть Как образом Есть образ Господа Иисуса Христа Мы должны Увидеть в каждом Да Каждый человек тоже в себе должен увидеть Творение Божие Тогда человек станет на место Он придёт в себя Будет себя чувствовать Личностью и человеком И так же и музыкант Когда он находит свой образ Когда он чувствует свой голос Он чувствует, что его слышат Он владеет всеми приёмами Он легко ими пользуется И он может уже лететь Такой полёт Естественно, да Чтобы естество какое-то было Да Это, конечно, очень сложно Потому что надо становиться личностью Нам грех не даёт Летать, да Тянет Все время эти грабли Все время Только немножко Оперишься Раз и полу граблями И так вот Так вот всю жизнь Но самое главное, конечно Не унывать Как раньше говорили нам Песня строить И жить помогает, да Ну как-то поддерживать друг друга Потому что В нелёгкую годину Ну когда на Руси, как говорится Жить-то хорошо было Но всегда Вот на Руси-то и было Вот это вот чувство Некой свободы Там к соседу Там придёшь в гости Он тебя накормит Откроет тебе дверь, да Вот это самое главное Общение Не хватает людям сейчас Все в одиночестве Было почти любви, наверное, к людям Груг к другу Какой-то простоты Доверие Доверие Искренности Искренности Чего сейчас очень не хватает Обязательно восстанавливать это всё Потому что это наше Это наше русское исконное Вот чувство Которое мы Сами Это наше всё родное Это да Это где-то в глубине Третью песню мы хотим спеть Называется Осень Она не последняя? Она последняя Да, крайняя в этом Сегодняшняя Так быстро летит время Передача просто Тает, как снег А мы бы с вами С этой песней мы хотели бы Чтобы у всех зрителей Англо-хранителей Всегда было с ними С вами Помянил сельский дьяк Мое имя Благодатной молитве своей Пусть летит над полями седыми Эхо жизни беспутной моей Может осень тоску мою спрячет Но в серых нитях студеных дождей Или ангел небесный поплачет Над душой окаянной молей Или ангел небесный поплачет Над душой окаянной молей Помяни все, что было мне свято В чем невольно когда-то греши Я свои неизбежные даты Как умел до конца пережив В эту осень все будет иначе В эту осень все будет иначе Станет жизнь добрее и умней Что же ангел небесный так плачет Над душой окаянной моей Что же ангел небесный так плачет Над душой окаянной моей Стрелит ветер на пашки крестьян И стрелит колокольная медь И под звуки старинной молитвы Сердце рвется любить и жалеть Видно вера еще что-то значит В суматохе земных моих дней Что же ангел небесный так плачет Над душой окаянной моей Что же ангел небесный так плачет Над душой окаянной моей Ну а вы в Петербурге Где вы выступаете? Бываете в Петербурге? Ну очень редко Но вот сложилось так Что у нас вечером будет благотворительный концерт В пользу детишек-сирот Ну как-то все это И вот настраиваемся сегодня с вами Чтобы у нас благословение получить у вас Боже мой Такое дело сам Господь благословляет Вы участвуете в благотворительных мероприятиях? Да частенько Мы не отказываемся Нам предлагают Можно ли вас попросить Мы с удовольствием Ну чем можем Хоть с песней Хоть как-то Хоть песней Хоть какой-то Поддержать Хотя бы дух Боевой настрой какой-то Такой не унывать А что в Москве мало благотворительности? Почему в Петербурге? А так получилось Что вот Нас попросили те люди Которые живут в Петербурге И очень долго хотели Чтобы мы приехали И появилась возможность И объединить это И они нас просто Вот аж на крыльях Мы прилетели сегодня В самолетах А на мою творческую мастерскую В театре в стране Как-нибудь Как-нибудь Надо будет С превеликим удовольствием Сейчас вот Ну я так понимаю Что мы уже теперь будем дружить Будем дружить Потому что мы друг друга уже увидели Да уж нас не бросайте Будем молиться друг за друга Потому что нам с вами хорошо, тепло И по-музыкански мы понимаем друг друга Кроме духовного То есть я имею в виду Кроме того, что мы духовно понимаем друг друга Мы еще по-музыкански Жалко с вами расставаться Господи, помилуй Мы просто Да Да с Богом еще Просто до встречи Ну мы будем знать, что мы Мы есть Мы есть в разных городах Но мы делаем одно дело Да Ну как мы-то там С Богу припеку Но мы-то точно Разными Таким путями, дорожками Идем к одному Да Спасибо Господи Благо вот Я говорю Детишек стараться И ваше дело Вот вам тоже всего Чтобы посили все это Спасибо Господи И надеюсь еще раз вас увидеть, конечно Мы только за Мы приедем Будем стараться Да, стараться будем Дорогие братья и сестры Заканчивается наша передача С нами была группа Калина Фолк Город Москва До скорых встреч Попрощайтесь Спасибо, что мы с вами сегодня Встретились, поговорили Хотела сказать Катюша, Дима, Петя Группа Калина Фолк Мы всегда рады И приходите на наши концерты Спасибо Спасибо Господи До свидания Боже всем благословения И ангела-хранителя На всех ваших жизненных путях Спасибо 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 Спасибо